Двадцать третья глава книги пророка Изекииля И было ко мне слово Господне, сын человеческий, были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в своей молодости, там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. И имена им большей Агола, а сестрей ее Аголива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Агола Самариею, а Аголива Иерусалимом. И стала Агола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к осирианам, к соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтово цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам, ездящим на конях. И расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассура, и оскверняла себя всеми идолами их, тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Агалива, видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к областеначальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных под шреслом своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина, земля халдейская, Она влюбилась в них по одному взгляду очей своих, и послала к ним в халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилоновы на любовное ложе, и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть, плоть ослиная, а похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих, посему оголиво так, говорит Господь Бог, вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон. Сынов Вавилона и всех халдеев из пехода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Асура, красивых юношей, области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и со множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд. И будут судить тебя своим судом, и обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет, возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и об Египте уже не вспомнишь. Ибо так, говорит Господь Бог, вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все нажитое трудами, и оставят тебя ногою и непокрытою. И открыта будет срамная ногота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так, говорит Господь Бог, ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнено. Чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои стерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так, говорит Господь Бог, так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь, сын человеческий, хочешь ли судить Оголу и Оголиву, выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне, оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои, потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его, вот как поступали они в доме моем. Кроме этого, посылали за людьми, приходившими издалека, к ним отправляли послов, и вот они приходили, и ты для них умывалась, сюрмила глаза твои и украшалась нарядами. И садилась на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонное курение мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной в Вадимы были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействии, теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. Но приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к оголе и оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодейц и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог, созвать на них собрания и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и дома их сожжет огнем. Так положу конец распутству на этой земле, и все женщины примут урок и не будут делать срамных дел подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог. Субтитры создавал DimaTorzok